Система ориентации. Почему маленькое насекомое, не способное мыслить, берет на себя обязанности разведчицы? Как это насекомое может додуматься вести поиск источника пищи и передавать информацию о нем своим подружкам? Даже если она и додумается, то каким образом она может научиться технике танца, сообщающего и о местоположении, и об удаленности медоноса? Рассчитывать градус наклона солнца каждые 4 минуты. Каким образом остальные пчелы расшифровывают замысловатые по-разведчице? Теория эволюции Дарвина, утверждающая случайное возникновение жизни на Земле, бессильно дать какое-либо объяснение этим вопросам, поскольку каждая из этих чудесных особенностей пчел свидетельствует о том, что все они вдохновлены всемогущим Создателем. Аллах сотворил пчел и внушил им то, для чего Он создал их на Земле. Эта истина сообщается нам в Коране. И внушил Господь твой пчеле, устраивая в горах, дома и на деревьях, и в том, что они строят, потом питайся всякими плодами и ходи по путям, устроенным Господом твоим со смирением. Выходит из внутренности их питье разного цвета, в котором лечение для людей. Поистине в этом знамение для людей, которые размышляют. Удивительный перелет бабочки-монарх На юге Канады обитает удивительная разновидность бабочек, обладающие, пожалуй, самой необычной техникой перелета. Это всем нам известные бабочки-монархи. Каждый монарх, равно как и все другие бабочки, появляется на свет в результате безукоризненно следующих друг за другом этапов. Сначала самка-монарх откладывает на поверхности растения свои яйца. Появившиеся из яиц маленькие личинки, некоторое время питаются листьями и превращаются в гусениц. Потом они изготовляют себе закрытое гнездышко, называемое кокон. Кокон-монарха – настоящее чудо инженерии. Он имеет очень тонкие стенки, но в то же время очень надежно прикреплен к ветке дерева. Гусеница, претерпевающая в этом коконе ряд изменений, через некоторое время постепенно выбирается наружу. Новое творение сделало ее великолепной бабочкой. Первоначально сморщенные крылышки выпрямляются за счет крови, которая начинает поступать к ним. Теперь монарх уже готов к полету. Монархи наделены одной уникальной особенностью, отличающей их от иных разновидностей бабочек. В году живет ровно четыре отдельных поколения монархов. Средняя продолжительность жизни каждого из первых трех поколений составляет пять-шесть недель. Но четвертое поколение – исключение, потому что ему предстоит отправиться в восьмимесячный перелет и, естественно, жить все восемь месяцев. Миграция бабочек-монархов начинается из разных мест обитания с юга Канады в сторону Юга Америки. Одна группа направляется в Калифорнию, другая же летит еще южнее и достигает Мексики. И что интересно, различные группы монархов, будто бы по команде из единого центра, встречаются точно на середине своего пути и продолжают свой путь вместе. Дата начала миграции также запланирована в едином центре. Бабочки начинают перелет не когда-нибудь, а точно в день осеннего равноденствия. После двухмесячного полета они достигают теплых южных лесов. Деревья покрываются изыскреннейшим нарядом из миллионов бабочек-монархов. На протяжении четырех месяцев, с декабря и до марта, бабочки вообще ничего не едят. Продолжая свою жизнедеятельность только за счет жировых запасов организма, они пьют лишь воду. Распускающиеся по весне цветы чрезвычайно важны для монархов. После четырехмесячного голодания они впервые насладятся цветочным нектаром. Запасы энергии, необходимые для возвращения в Северную Америку, теперь уже пополнены. Перед отправлением в обратную дорогу в конце марта начинается период спаривания. Точно в день весеннего равноденствия колония начинает свой обратный полет. Через некоторое время после возвращения в Канаду бабочки умирают, но прежде они рождают на свет поколение, которое послужит продолжению их рода. Родившееся новое поколение, первое поколение года, и проживет оно почти полтора месяца. А после них появится и второе, и третье. С появлением четвертого поколения вновь начнется миграция, и они проживут на шесть месяцев дольше других. И такая цепочка будет неизменно продолжаться. Чудесный перелет, о котором мы сейчас узнали, рождает множество вопросов. Как получается, что каждое четвертое поколение живет на шесть месяцев дольше обычного? Каким образом период жизни этого поколения долгожителя неизменно приходится на зимние месяцы? Как происходит, что бабочки отправляются в путь именно в день осеннего и весеннего равноденствий? И как они рассчитывают наступление этих дней? Откуда едва появившееся на свет поколение монархов узнает ранее неизвестный ему маршрут предстоящего перелета? Все это свидетельствует о том, что монархи сотворены в соответствии с безукоризненным планом миграции, и бабочки следуют этому плану неукоснительно. Ущербность плана привела бы к невозможности осуществления перелета. Тогда все бабочки умерли бы еще зимой, и их популяция исчезла бы навсегда. Совершенно очевидно, что эти существа отличаются особым проектом сотворения, и ежегодно осуществляемый ими чудесный перелет – это результат знания, внушенного им их создателем. Это великолепное сотворение, равно как и вдохновение бабочек на столь удивительное деяние, принадлежит Творцу и Повелителю Всего Сущего, Господу небес и земли, великому Аллаху! Стрекоза. Совершенный летательный аппарат. Попытки подняться в воздух и полететь стоили человечеству немалых усилий на протяжении долгих столетий. С момента сборки первого в мире самолета прошло уже сто лет. Были разработаны сотни модификаций самолетов. Десятки тысяч ученых беспрестанно работали над конструированием все более совершенных аппаратов. В итоге появились современные летательные машины. Способность летать – это великая сила. И чем больше контроль над этой силой, тем выше ее эффективность. Неподвижное положение в воздухе или же посадка в нужную точку столь же важны, как и сам полет. И поэтому люди разработали высокоманевренную летательную машину – вертолет. Вертолет может зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку. Преимущества в маневренности, которые дает эта машина, особенно в военной сфере, заставляют выделять на исследования по разработке новых моделей вертолетов колоссальные средства. Однако последние научные исследования преподнесли интересный факт. Оказывается, техника полета современных вертолетов по сравнению с техникой полета очень маленькой, живой машины чрезвычайно примитивна. Это живая летающая машина – стрекоза. Летательная система стрекозы – настоящее чудо дизайна. И ни одна из машин, сконструированных человеком, не обладает столь превосходной техникой полета. Знаете ли вы, что прототипом дизайна последней модели вертолета, выпущенной компанией «Сикорский», была именно стрекоза? Сотрудники фирмы IBM, участвовавшей в разработке дизайна этого вертолета, внесли изображение стрекозы в специально разработанный компьютер. Вслед за тем были подготовлены тысячи чертежей с учетом маневров, выполняемых сроками.